Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришел следующий вопрос. Актуальный, важный и очень популярный. В чем отличие простых записок от заказанных? Записывайте, друзья. Знаете, в храмах на этот вопрос могут вам дать множество разных ответов. И немножко даже смутить и как-то даже магически ответить. Но ситуация на самом деле вполне простая. Что за простые записки такие? Ничем отличаются от сложных. Значит, ситуация следующая. Когда вы подаете записку на литургию, на обеднюю, на проскомедию, бескровную жертву, в алтарь, с частичкой, это все одно и то же. Одно и то же название, поминовение имен ваших живых или усопших сродников на проскомедии. Первой части божественной литургии. Она состоит из трех частей. Проскомедия, литургия оглашенных, литургия верных. Так вот, на проскомедии, которую часто вы пропускаете, вы еще, может быть, дома в это время находитесь, священник совершает приготовление святых даров для приложения в тело кровь Господня. И за каждое имя, которое вы пишете в заказных записках, вынимает частичку. Потом специального блюда переносит их на дискос. А потом в конце литургии, когда уже все причастились, старый млад, он берет эти крошечки и опускает в чашу с кровью Христовой, с молитвой «От мой, Господи, грехи, поминавшихся здесь кровью Твоей честною, молитвами святых Твоих». И тем самым, как бы, таинственно сопричисляет всех тех, о ком он молился на божественной литургии, к этому великому таинству переобщения к Богу. Простые же записки читает или дьякон, если есть в храме, или панамари. Может иногда даже читать сам священник, но не в контексте проскомедии. То есть не за чье имя, вот эту частичку маленькую с просфоры он вытаскивать не будет. В идеале, надо сказать, в некоторых монастырях и приходских храмах даже такая традиция сохраняется по сей день, человек покупает просфорочку, дает записочку, какое-то пожертвование дает, а потом священник отдает ему, его же просфорку, где он даже видит количество вынутых частичек за всех тех, кого священник поминал с твоей записки. Знаю одну историю, когда одна матушка строго высчитывает, сколько же количеств, какое количество частичек вынул батюшка с просфорочки, и как-то один раз сделал даже такое грозное замечание, что я подала 40 имен, а отверстий в просфорочке 39. Это тоже такая некоторая магия, на самом деле. Падочку искренне жалко, но уж что поделать. Так что, друзья мои, разница, как вы видите, некоторая есть. Общее у них что? Что обе эти записки поминаются в алтаре. Но вот есть некоторая такая ритуальная сложность и особое благоговение священнослужителя к тем вот именам, которые подаются именно как заказные. Вот заказной может быть сорока уст, который может служиться 40 дней, полгода или год, или просто заказная записка на одну литургию. Так что вот теперь знайте, пишите записочки свои, просите батюшек поминать ваших родных на литургии, на проскомедии. С Богом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.